Вспомним всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым. Это надо живым. Публикация посвящена тем, чья смерть уже была предрешена и человек, находившийся в одном шаге от нее. Этот материал состоит только из погибших во время Великой Отечественной войны. Первого в списке я поставлю Алексея Еременко, младшего политрука 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии, который поднял солдат в атаку и через мгновение погиб. Фотография была сделана Максом Альпертом 12 июля 1942 года в районе села Хорошее Луганской области. После того, как было сделано фото осколками, судя по всему, того же разорвавшегося снаряда был убит не только за впечатленный командир, но и серьезно повреждена фотокамера. Фотограф подсчитал сначала, что эти кадры были испорчены, поэтому сразу же не стал записывать имя человека, но позже обнаружил, что пленка не повреждена и кадр получился превосходным. Альперт вспомнил, что тогда во время боя по рядам передали – комбата убили. Он подумал, что это был командир, который попал в кадр, поэтому назвал свое фото «комбат». И после того, как фотография получила мировую известность, была установлена личность героя на фото Алексея Гордеевича Еременко. Подполковник 8 месяцев наша дивизия стояла в обороне, прикрывая Ворошиловградское направление, затем по приказу генерала Гречко передвинулась на новый рубеж, заняв оборону у села Хорошее. Здесь и разгорелся горячий бой, во время которого погиб политрук Еременко. Почему я уверен, что это был Еременко? А кому же поднимать людей в атаку, как не комиссару? Считаю, что снимок Альперта в этом смысле типичен. Он поднялся во весь рост и закричал, бросился в атаку. Мы ворвались в траншеи. Завязалась рукопашная. Дрались прикладами, штыками. Фашисты дрогнули и побежали. Вскоре в одной из траншеи я увидел Еременко. Он медленно падал. Я подбежал к нему и понял, что в помощи младший политрук уже не нуждается. Лишь через 32 года военком исправил свою ошибку, прислав Еведаке Еременко новое извещение. Извещаем ваш с прискорби о том, что ваш муж, младший политрук Еременко Алексей Гордеевич, в бою за нашу советскую родину, верный военной присяге, проявил героизм и мужество. Погиб на фронте 12 июля 1942 года. Самое выразительное фото партизана, комсомолки Зои Космодемьянской, ставшее без преувеличения знаком и символом мужества перед лицом врага и смерти, было найдено в кармане убитого фашистского офицера. Обладатель фото был сражен советской пулей под деревней Потапово, недалеко от Смоленска, в 1943 году. Всего в кармане мундира гитлеровского офицера было пять снимков, последовательно фиксирующие этапы казни Зои Космодемьянской, начиная с того, как ее подводят к виселице и заканчивая финальным кадром мертвой девушке с петлей на шее, лежащей в снегу. Имя этого офицера история не сохранила, только звание – лейтенант. Да и так ли оно важно, какая разница, кем был убийца и командир убийц, хладнокровно фотографирующий, как вешают юную партизанку. Кстати, считается, что советские солдаты не брали в плен военнослужащих вермахта из части, квартировавшейся в деревне Петрищево, где произошла в полдень 29 ноября 1941 года казнь. Субтитры создавал DimaTorzok 26 октября 1941 года фашисты провели первую публичную казнь на оккупированной территории, повесили в разных частях Минска 12 подпольщиков. В музее хранятся 28 снимков с той страшной казни. Приговоренных тогда разделили на 4 группы и прилюдно повесили в разных местах. В районе Комаровки, на пересечении улиц Комсомольской и Маркса, и на воротах дрожжевого завода по улице Октябрьской повесили троих. Машу Брускину, Кирилла Трусова, Володю Щербацевича. Эти фотографии были свидетелями обвинения на Нюрнбергском процессе. Субтитры создавал DimaTorzok Два красноармейца перед казнью. Фотографии были сделаны одним из участников казни героев на Кольском полуострове в Заполярье в конце июня 1941 года. Снимки расстрела попали в Россию в 90-е. Норвежцы передали соседям-мурманчанам исторические книги о войне в Заполярье. По их словам, фотографии были получены от немецкого ветерана, который сам был свидетелем казни русских бойцов. Мурманский краевед Дмитрий Дулич попытался выяснить обстоятельства гибели изображенных на снимках солдат. В мемуарах бывших немецких горных стрелков он нашел описание казни. «Был конец июня 1941 года. Немцы только что перешли границу на этом участке фронта», — рассказывает Дмитрий Владимирович. «На высоте 122 наши бойцы захватили вражескую разведгруппу и убили на глазах наблюдавших за этим в бинокль немцев. Спасся только один, прыгнув в озеро со скалы. Ночью горные стрелки штурмом взяли высоту. Сопротивление красноармейцев было яростным. В том бою рота егерей под командованием обер-лейтенанта Роде потеряла больше людей, чем за всю польскую кампанию. Оставшиеся в живых бойцов немцы расстреляли, устроив перед этим самосуд. По приказу командира один из горных стрелков снимал происходящее, а другой вел протокол. Красноармейцев казнили за то, что они ненавидели врага и были яростнее и храбрее. Судя по мемуарам и снимкам, пленные знали, что пощады не будет, но держались мужественно и в позе. «И во взгляде видно презрение к врагу. Русские прекрасно понимали, что их расстреливают», — вспоминал ветеран немецкого горно-стрелкового корпуса. «После всего этого наш командир отправил все записи и фотопленку в штаб. Долгое время имена героев оставались неизвестными, но относительно недавно, летом, в 2013 году, мурманские поисковики Александр Поручников и Николай Грещенко не только отыскали красноармейцев, но и установили имя одного из них. Среди довоенных монет лежал черный бакилавровый пенальчик, личный опознавательный знак. В такие пеналы бойцы Красной Армии вкладывали записки со своими личными данными. Надписи на бумаге расплылись, но их удалось прочесть. Оказалось, что бойца звали Сергей Макарович Корольков, 1912 года рождения. Он появился на свет в деревне Хмелище Сереженского района на Псковщине. Снова расстрел фельдскими военными советского героя и снова улыбка в лицо смерти. Фотографии были сделаны 17 июля 1941 года на фотографиях эстонец Виктор Осипович Фейгин. Фейгин должен был совершить подрыв железнодорожного полотна. На этом фото в руках героя-десантника лески с приговором военного полевого суда о его расстреле. Текст на обратной стороне фотографии отмечает, что смех русского человека вызван вопросом о его последней просьбе. Финские офицеры попытались допросить его в последний раз 17 июля 1941 года. Русский десантник только рассмеялся в ответ, после чего он был казнен. Финские офицеры 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 Трудный путь им пришлось пройти Это те, кто в штыки Поднимался как один Те, кто брал Берлин Нет в России семьи такой Где б не памятен был свой герой И глаза молодых солдат С фотографий увядших глядя Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обмануть И с пути свернуть Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова